День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Прекрасно, мы продолжаем нашу программу. Утро на Болткоме на Радио Болтком. 28 октября, плюс 9 во дворе. Прекрасная осень. И мы переходим к новой теме. Как и было анонсировано, сейчас мы будем говорить о проблемах коммуникации, коммуникации властей с обществом, с определенными частями общества. Тема, которую мы в предыдущем нашем отрывке затронули с нашим коллегой Абиком Элкиным. Сейчас с нами на связи политолог Филипп Раевский. Филипп, доброе утро. Доброе утро. И, конечно же, мой коллега Олег Пека тоже с нами, тоже по зуму. Олег, да, все в порядке, связь есть, аудио, видео установлены. Супер. Давайте поговорим вот о чем. Значит, вчера в Сейме, конкретно на заседании комиссии по гражданству, миграции и вопросам общественного единства, скажем так, высказался ее председатель Андрей Юдин. И высказался в том плане, что нужны действия, нужно предпринимать все, чтобы информация объективная, взвешенная, верифицированная доходила до максимального числа латвийских граждан, в том числе до русскоязычных. И вообще вот этот, с позволения сказать русский вопрос, на повестке дня, он актуализировался последние две недели, прозвучало все, что могло прозвучать, что опять оккупанты мешают латвийским детям ходить в школы и в спортивные секции. Прозвучало то, что четыре из пяти больных в больнице Страдания – это русскоязычные. Опять вот, все такие маркеры довольно тревожные и не всегда приятные, не всегда объективные. Они звучат, с этим надо что-то делать. Давайте разбираться, что происходит. Филипп, на ваш взгляд, до сих пор, вот уже мы два года практически живем в этом осадном ковидном положении, в чем главные ошибки, в чем главные достижения, может быть, почему и без них, правительство, властей по общению, по коммуникации с обществом и конкретно с русскоязычным сектором этого общества, то есть нашего? Ну, там два очень важных момента. Один момент – это такой глобальный. Те люди, которые считают, что они должны заниматься этим вопросом и которые берутся за вопрос коммуникации с русскоязычной аудиторией, они чаще всего не имеют никакого представления об этом процессе. То есть им кажется, что если они что-то, может быть, и умели на латышском поле или в общем, или на коммерческом поле, что они будут понимать что-то на тему коммуникации, такой специфической вещи, как пандемия в русскоязычной аудитории. Это, я считаю, достаточно сложный вопрос, не скажу, чтобы много у нас экспертов, но самое главное – надо понимание этой истории. Те люди, которые занимаются этим вопросом со стороны государства, выглядят, что они понимания не имеют. А то бы как бы получились хотя бы эти рекламы смешные, где господин Горкш собирался встретиться со своими дедушкой и бабушкой после вакцины. Но это такой, может быть, тривиальный пример, который показывает, что люди не понимают, чем они занимаются. Ну и второй момент – это, конечно, сама по себе проблема как таковая, что государство не имеет своей стратегии и понимания, как работать с этой частью населения, в том числе, как выстраивать СМИ, регуляции СМИ и то, что должно государство само делать, чтобы общаться с этой частью населения. Но вы, на ваш взгляд, эта коммуникация должна проходить именно на русском языке, потому что, ну, опять же, вспоминается недавнее заседание правительства, нет, кризисного совета, на котором министр юстиции Борден заявил, слушайте, ну, у русских, у русскоязычных есть собственные СМИ, ну, сами как-нибудь справятся, нам не обязательно нарушать требования закона о государственном языке. 30 лет прошло, все могли выучить латышский язык. Своя логика ведь в его рассуждениях есть. Правда, надо учитывать, что на следующий день Национальный совет аннулировал лицензию Первого Балтийского канала. Ну, то есть правая рука не знает, что делает левая. Вот в том-то и большая проблема, что, во-первых, я хотел бы сказать то, что если ты хочешь что-то или о чём-то, как бы коммуницировать с аудиторией таким образом, чтобы она понимала, так, ну, максимально надо всё-таки использовать язык, который не ученный, а родной. Ну, а пандемия и вакцины — это один из тех вопросов, в котором лучше коммуницировать с обществом на родном языке. Я не сомневаюсь, что очень большая часть людей научилась латышский, но это не родной язык. То есть у тебя совсем другое восприятие этого языка, если он твой родной или неродной. Если ты хочешь достичь результатов и убедить людей делать одно или другое в такой вот достаточно щекотливый вопрос, как вакцинация, ну, надо всё-таки говорить на родном языке человека, который в твоей аудитории. И тогда ты, конечно, получишь намного лучше ответную реакцию, чем заниматься языковым вопросом во время пандемии. То есть я думаю, что это такой очень важный момент. Ну и второе, тут не только ПБК закрыли. Я хотел бы напомнить, что и русское вещание латвийское телевидение тоже ведь закрыли. И это, конечно, делает это всё особо пикантным, что каналы закрываются, коммуникационные каналы. И все удивляются, почему люди сменили то, как они получают информацию, которая им интересна. То есть или та, которая им приемлема, или та, которая на языке, которая им более комфортна. Люди просто сменили каналы, и всё. А государство обрубило свои контакты. И это хороший сигнал аудитории, нужно больше слушать радиоболтком, конечно. Да, Олег. У меня просто сразу тоже небольшая ремарка и вопрос. А вот вам не кажется, что вопрос коммуникации на языке, на родном языке, своей части общества, это не только вопрос понимания, но и вопрос уважения. Ну, то есть, когда часть общества чувствует уважение, что они обращаются на родном языке, ну, какой-то совершенно другой, другая происходит коммуникация. Может быть, в этом тоже есть момент? Конечно, и это тоже. И это тоже. И это есть то, что те, которые занимаются этим, они очень узко смотрят. Им кажется, что нельзя отступить от тех принципов, ну, например, языковой закон и так далее, не наёт. А в этом случае я считаю, что это даже обратило бы намного больше внимания к тому, что государство им говорит. Если оно никогда не говорило на русском языке, это покажет, насколько это важно государству и обществу, если оно отступает само от своих законов вот в этот момент пандемии. И это даёт вот это не только уважение, но подтягивает внимание к тому, что говорит государство, потому что это такое, ну, например, исключение как таковое, естественно. Но вот настолько сложная ситуация, что мы допускаем исключения, и мы готовы сами отступить от тех законов, только чтобы с вами пообщаться и чтобы вы нас услышали. Ну, Филипп, вы говорите о каких-то таких вещах, мне кажется, из идеального мира. Это же надо задумываться чуть дальше и видеть чуть дальше собственного носа. А эти несчастные политики, правящие коалиции, они же оказались заложниками ситуации. С одной стороны, у них действительно апокалипсис в стране происходит, с другой стороны, через год у них меньше, чем через год, выборы. И как они сейчас дойдут до коммуникации на русском языке, потом же свои не поймут и не проголосуют. Ну, по-моему, так оно получается. Кто-то хотел дозвониться до эфира, мы не успели принять. Продолжайте, пожалуйста, звонить. Номер для сообщений вотсап-чата 2306191. И как раз так. Мы получили, не то чтобы вопрос, получили такую ремарку в этот чат. Чтобы русские могли быстро и качественно освоить латышский язык, нужно, чтобы латыши, учителя латышского языка захотели обучать своему языку, но учителя саботируют процесс обучения. Ну, не знаю, откуда появилось такое мнение. Филипп, давайте примем звонок, да? Давайте примем звонок. Доброе утро. Доброе утро, но не очень оно доброе. А что вы хотите от сатанического государства? Сатана там правит. Так, ясно. Спасибо большое. До свидания. Что насчет саботажа обучения языку? Можете что-то прокомментировать? Нет, я не согласен с этой ситуацией, что это саботируется. Но, конечно, там есть большие проколы. И я считаю, что... Ну, я сам, бывает, что встречаю 10 человек в 20 лет, который родился в Латвии, не знает латышского языка. Это прокол системы образования. Но об этом мы уже много говорили в эфире, в Болтком. Мы тоже, что есть одна проблема. Качество образования, и она объединяет всех, независимо от языка общения. И это качество образования появляется вот в таких моментах, как мы видим сейчас. Качество образования, что люди не понимают, что такое вакцина. Качество образования не понимает, что такое вирус. И качество образования не понимает язык, на котором с ними общается государство. Я хотел бы сказать, даже на латышском языке не понимают, что им государство говорит. Куда еще, если это не родной язык? Ну, на самом деле, да, эта проблема, она действительно кризисная. И коммуникация на всех уровнях хромает у нас. Ой, я не дождался звонячий. А нет, есть у нас еще один звонок. Попробуем принять. Надеюсь, это не накануне Хэллоуина опять что-то прозвучит. Да, доброе утро. А мне, чтобы узнать новости Латвии, мне приходится заходить на ЕТВ+, и узнаю тогда новости. Эстонское телевидение регулярно сообщает о всех событиях в Латвии. Ну да, потому что туда переехал Первый Балтийский канал, потому что у них лицензия есть и на Литву, и на Эстонию. Вот они и лишились в Латвии. Но все-таки как-то вышли ситуации. Спасибо за вашу ремарку. Да, действительно интересное замечание. Филипп, я напоминаю, с нами Филипп Раевский, политолог. Вам не кажется, что, к сожалению, в принципе, основная проблема восприятия информации, на самом деле ее достаточно, и даже на русском языке, но проблема не в языке как таковом, хотя и в нем тоже, а в отсутствии доверия к государству, которое сложилось не только в русскоязычной части за последние 30 лет. У нас недавно тоже один из гостей заявил о том, что градус высокомерия, он за эти 30 лет только повышался и достиг предела как раз, к сожалению, в этот кризисный момент пандемии, когда обществу даются однозначные сигналы, ну, другого момента не было у правительства повышать себе зарплаты, или у президента просить повышение 2,5 миллиона заложено в госбюджет на повышение зарплат канцелярии и почти 200 тысяч на покупку рояля. О каком доверии, в принципе, может идти речь? К чему удивляться, что все, что исходит из президентского дворца с якобы 16, воспринимается с недоверием и в штыки? Ну, конечно, пандемия еще обострила эту ситуацию недоверия, и, как мы видим, социологически это доверие к правительству и к парламенту, оно очень понизилось по сравнению с предыдущими годами, но тут нельзя, я не могу не согласиться, и я думаю, что тут большая часть не только высокомерия, но вот эта неспособность выстроить нормальный диалог понятный с обществом и принимать решения, которые были бы понятными и потому выполняемыми. Очень часто люди не выполняют то, что говорит им государство только потому, что они или не понимают, что им говорят, или не понимают, зачем с них это просят. Но потому что простота, и это есть красота политической коммуникации, но это не в случае, который мы видим сейчас. У нас разрываются обе телефонные линии, давайте еще примем звонок. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Александр, вы сказали про высокомерие нашего государственного аппарата, но я бы хотел напомнить то, что есть такое слово «солидарный», и оно у нас давно уже не существует. Вот если когда трудное время, тогда нужно проявлять солидарность по всему народу. А тут получается так, что да, они повышают себе зарплаты, и даже в прошлом году, когда была первая волна кризиса, частный сектор поставили очень жесткие условия, а госсектору сказали, что они будут получать те же зарплаты, они ничего не почувствуют. Но, по-моему, такое отношение неправильное стороны правящих и госсектора. Должна быть какая-то солидарность, и тогда вот может и появиться такое доверие. Большое спасибо за ваш звонок, за ремарку, еще один примем. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, и не один, второй потом, если вспомню. Значит, мне надо, например, консультация перед операцией в онкологии у эндокринолога. И я вот позвонила, дозвонилась, странно, спасибо большое. Они меня записали на 8 ноября и говорят, вот на 9 ноября мы не знаем, будет ли доктор принимать. Но у меня консилиум должен в конце месяца быть. 19-го у меня консультация у других специалистов. И вот я была вчера в онкологии, или позавчера вот забыла, и там эти убогие ходят, вы представляете, я думаю, что они погружены в свои дела, и они не вникают, и ничего не слушают, нигде не смотрят. И вот вчера второй вопрос, по радио 4, на радио 4, была там дискуссия такая, и, не знаю, кто-то из, наверное, национально озабоченных сказал, что вот русский союз Латвии нигде не обращается к своим русским, вот как они там исполняют. А где их допустили, где их позвали, например, Мирослав Митрофанов или Татьяна Аркадьевна Жданок, а я сама член партии «Русский союз Латвии», но я абсолютно нигде их не слышу. Вот Стефанида Симурова, обращаюсь к вам, Мирослав Митрофанов, выйдите на радиоточку, вот хотя бы на болтком, или что там, запрещено, крест поставить на этой партии. Ну нет, конечно. Спасибо, спасибо большое за тему. Кстати, это прекрасная подводка к моему вопросу, который Филипп хотел тоже адресовать. На самом деле сложилась уникальная ситуация. Почему-то нет у той части населения, которую принято называть русскоязычными, однозначного лидера, через которого можно было бы коммуницировать. Например, политические партии. Хорошо. Был Нил Ушаков, он уехал в Брюссель, и все, тишина. Да, в данном конкретном моменте, вот эта вот острая ситуация с необходимостью вакцинирования, позиция Саскани довольно вялая. Упомянутый Русский Союз тоже четко не обозначил свой сигнал к своим избирателям. Ребята, мы считаем, надо вакцинироваться. Есть совершенно другие. Петров с Росликовым, они занимают противоположную позицию. Они активничают в социальных сетях, у них что-то там проводится, они выводят народ на манифестации и так далее. Ни Русский Союз, ни Саскани, вот эти традиционные политические силы подобных обращений не делают. Я говорю не о полном отсутствии, а именно о четком, конкретном, понятном, ясном сигнале. Потому что, ну, какие-то рассуждения, да, есть на тех же самых страницах в социальных сетях. Как вы считаете, почему, чего опасаются конкретно эти две политические силы? Ну, эти две политические силы, они мысляют политически. То есть, они видят, что происходит на информационном поле, которое не контролирует эти политические силы. Никто в Латвии это информационное поле не контролирует. Мы видим, что антивакцинационные и всякие теории заговора на этом информационном поле очень популярны. Ну, не зря мы видим дисбаланс в количестве вакцинаций, что, ну, это уже факт. Что интересно, что в Латвии едут вакцинироваться из России люди, из Белоруссии, которые ему у себя позволят сюда приехать и вакцинировать. Но наши местные задаром не хотят это делать, потому что они живут в другом информационном поле. И в этой ситуации это нормально, что политик начинает лавировать. Потому что они не понимают, как это может им обернуться, если они будут говорить что-то противоположное тренду информационному, который на этом поле доминирует. Так ведь доминирующий тренд как раз-таки необходимость вакцинации. Я не понял. То, что вы назвали доминирующим трендом, тот сигнал, который исходит от государства, от Сейма, от правительства, надо вакцинироваться. Это как раз, в общем-то, мейнстрим. Нет, я думаю, это не доминирующий тренд на этом информационном поле. То, что мы видим, если смотрим тот же Фейсбук, там милирующий тренд, что они, фашисты, хотят нас уколоть. И это, я думаю, большая проблема, потому что государство не контролирует это информационное поле, оно не имеет доминанты в этом случае. Оно потеряло. Оно не имеет каналов и не имеет доминанта. И в этом случае эти теории заговора более удачно имеют место на этом информационном поле и нейтрализуют русскоязычную партию, потому что они боятся. Я на место их тоже боялся. Ты никогда не понимаешь, что если ты встанешь в такую четкую позицию, например, что надо вакцинироваться, твои избиратели возьмут и разбегутся. Они этого не хотят, потому что они себе спокойно отмалчиваются, отстоят с краю. И тогда, когда что-то произойдет к выборам, скажут, вот, государство ничего не сделало, потому русскоязычное болеет больше. Или же, вот, государство, мы сделали что-то хорошее, и потому все начали вакцинировать. То есть они будут комментировать это, они будут больше заниматься тем, чем мы занимаемся, комментариями ситуации, чем активной позицией. Ясно. Получается, да, они действуют как политики, как вы выразились, по той же самой ровно причине, потому что скоро выборы. У нас еще один звонок, да, давайте примем. Алло. Доброе утро. Доброе. А не кажется ли вам, если обобщить, вот, есть комплекс проблем, там, коммуникации, тра-та-та-та-та, что это первый раз, когда по существу нужен контакт между двумя Латвиями, вот этим эстеблишментом, который там все улучшает жизнь, поднятие зарплат сейчас, и тем, значит, той остальной Латвии. То есть сейчас вот этой болтовней, которую 30 лет мы слушаем, уже не обойдешься. То есть надо что-то делать. А у них просто, то есть разрыв, вот эта пропасть между ними и нами, ну, грубо говоря, она растет от дня к дню, от года к году. И вот сейчас, когда вдруг в виде исключения надо коммуницировать, у них просто, значит, а как, а что, а куда, эти русские, эти такие, те хотят, эти не хотят. Ну, просто вот еще раз, тот случай, когда надо двум Латвиям соединяться, а это, в принципе, у нас невозможно. Спасибо за репликум. Филипп, остается буквально меньше минуты. Да, ответ однозначно да, они должны, и потому что не делиться. Тут, наверное, делится Латвия русско-латышкоязычная. Это эстеблишмент и не эстеблишмент. То есть люди, которые живут нормальной жизнью, и те, которые себе поднимают зарплаты и способны сами своими решениями за наш счет себе поднимать зарплаты. И это трудно соединить. Это то, что называется, страшно далеки они от народа. Огромное спасибо. Мы говорим Филиппу Раевскому, политологу. Интересная дискуссия с живейшим участием наших слушателей. Произошла у нас небольшая пауза, после которой уже анонсированный кинокритик Дмитрий Ранцев. Поговорим о несколько более легких вещах. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова